Этот мост через реку Келес строители построили всего за несколько месяцев. Работы начались в декабре. Подготовительная часть продлилась до начала весны. Самое сложное, говорят строители, было справиться с переполненной рекой. Полноводный Келес бывает каждую весну. А уже 25 августа по этому путепроводу пошли первые автомобили. Правда, прежде чем приступить к строительству основного моста, построили временный. Но, как известно, временный обычно становится постоянным. Прежде чем построить основной мост, мы построили временный, чтобы движение на этом направлении республиканской трассы не прекращалось. А как возвели большой мост, временный решили оставить и не разбирать. Сейчас им активно пользуется местное население. А большой у нас получился 57 метров в длину и 13 в ширину. При этом только проезжая часть 10 метров. С двух сторон по полтора метра пешеходная часть. А это дорога в селе Абай. Интенсивность транспортного потока такова, что перейти на другую сторону без риска для жизни практически невозможно. Потому-то и стал настоящим спасением для всех пешеходов надземный пешеходный переход. Его сдали в эксплуатацию менее недели назад. Местные жители, особенно школьники, с удовольствием переходят дорогу по мосту. Металлическая конструкция шириной в 17 метров спроектирована таким образом, что подъем по ней плавный, мост и лестничные их сходы снабжены кровлей. Кроме того, есть подъемник для людей с ограниченными возможностями. Все надземные пешеходные переходы возводятся по единому типовому проекту. Разница лишь в их ширине, которая зависит от ширины дорожного полотна. К слову, до конца года, помимо трех уже введенных в эксплуатацию, будут сданы еще три таких моста. По Туркестанской области в текущем году на автодорогах республиканского значения предусмотрен капитальный ремонт девяти мостов. Это в Махторальском, Сарагашском, Келесском и Утрарском районе. Также завершены работы по строительству шести надземных пешеходных переходов в Махторальском, Сарагашском, Ордобасинском и Утрарском районах. По области в целях обеспечения комфортной езды пользователи автодорог республиканского значения по среднему ремонту в Отрарском районе на автодороге Р-31 республиканского значения Туркестан-Шаолдер-Торт-Коль охвачено 48 километров. На сегодняшний день данный вид работы на стадии завершения. Сейчас ведутся работы по проектированию еще трех надземных пешеходных переходов по автомобильной трассе Шимкент-Ташкент. Они будут построены в районе населенных пунктов Шарабхана, Женешке и Ащебулак. Субтитры создавал DimaTorzok